Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. В нашей церкви проникает подделка под христианство. Согласно исследованию Центра Пью, 61% христиан так или иначе увлеклись этой подделкой. Смотрите сегодня в нашем выпуске это сверхъестественно. Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Правда ли, что Бог готов принести на землю волну исцеляний? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Стивен Бенкартс, мы часто слышим разговоры о движении Нью Эйдж. Однако многие из нас даже и не знают, что такое Нью Эйдж. Так что же это такое? Движение Нью Эйдж — это компиляция языческих верований и практик. Языческим можно назвать любой тип духовной системы, которая не соответствует Писанию. Что характерно для Нью Эйдж, так это не одна система языческих верований и практик. Это компиляция, смешивание отдельных доктрин буддизма, индуизма, мистицизма, включая исцеление кристаллам, астрологию, медитация, йогу и так далее. Базовая доктрина Нью Эйдж включает в себя такие понятия, как реинкарнация, или веру в то, что человек по своей природе — божественное существо, или веру в то, что все пути ведут к Богу. Конечная цель движения Нью Эйдж — это просвещение или духовное пробуждение, суть которого в том, что эго человека — это иллюзия, и есть только Бог. Бог — это все, все это Бог. Такое состояние сознания называется сознание Христа или сознание Бога. Это цель движения Нью Эйдж. К сожалению, этим вещам учат одни из самых влиятельных людей нашего общества. А вы сказали о цели. Какова же основная цель? Завлечь в это движение всех поголовно? Цель в этом? Нет, на личном уровне. Цель в том, чтобы осознать, что вы — Бог. А, это личный уровень. Да. Что же Нью Эйдж пытается сделать с людьми? Привести людей к духовному пробуждению, их внутренней натуры. В целом, звучит вообще-то хорошо. Звучит хорошо, но это лживая духовная система. Это обольщение. Будучи в Нью Эйдж, вы достигли огромного успеха. Что с вами происходило? Там. Да, это был большой успех. У меня был веб-сайт, который ежедневно посещали по 300 тысяч человек. На тот момент это был крупнейший сайт движения Нью Эйдж, а я был ведущим автором статей. Это была моя карьера, моя страсть. Я зарабатывал по 50 тысяч долларов в месяц. В то время я думал, что Бог благословляет меня. Я считал, что так Бог благодарит меня за то, что я помогаю духовной природе человека пробудиться и выйти из ловушки материального. Но Иисус сказал, что князь этого мира — сатана. Порой дьявол приходит к вам не с вилами и рогами. Он приходит с теми вещами, которые вы давно хотели. Я не догадывался, что меня награждало сатанинское царство, и был уверен, что служил Богу. Вы сказали, что многие звезды Голливуда пропагандируют Нью Эйдж. Насколько это распространено? Многие бестселлеры недвусмысленно рассказывают о культе Нью Эйдж. 40% американцев медитируют по меньшей мере один раз в неделю. 36 миллионов американцев практикуют йогу. Эту индустрию оценили в 10 миллиардов долларов. Индустрия кристаллов — это еще 10 миллиардов. Индустрия услуг медиумов, карт, таро и астрологии оценивается в 2 миллиарда долларов. 27% американского населения считают себя людьми духовными, но не религиозными. Убеждения Нью Эйдж повсюду. Если вы соберете эти верования вместе и проведете свое исследование, то увидите, что 90% населения Америки согласны с верованиями Нью Эйдж. Они пропитали все слои культуры. Вы рассказали о своем прекрасном опыте на веб-сайте Нью Эйдж. Однако не все переживания были прекрасными. Рассказывали ли вы о них на своем веб-сайте? Да, но я был в обольщении. Однажды я увидел беса. Это произошло во время осознанных сновидений. Во время сновидений вы понимаете, что спите, и можете управлять сюжетом своего сна. В этом сне передо мной возникло какое-то существо. У него была красная кожа, красный плащ и черные отметины на лице. Он смотрел на меня с расстояния около шести метров третьим глазом, расположенным между обычными глазами. А это символ духовной силы. Когда он открыл свой третий глаз, я перестал ориентироваться в пространстве примерно на три секунды. Когда я, наконец, открыл глаза, то увидел, что парю в воздухе на высоте около метра над своим телом. Этот бес выгнал меня из моего тела. Я огляделся и подумал, невероятно, я вне своего тела. Затем, в течение пяти минут, я пытался вновь попасть в свое тело, но не мог. Я не владел собой, хотя в Нью Эйдж мне говорили, что у меня есть такая власть. Ваши намерения не работают, а утверждения не действуют. Вы на арене дьявола и играете по его правилам. Бесы дважды выводили меня из моего тела против моей воли, но я считал, что это знак моего духовного превосходства, что теперь я на голову выше христиан любого человека и отныне владею секретом силы. Вы росли в хорошей христианской семье. Как случилось, что вы отошли от библейского христианства? Да, я рос в христианской семье, в христианской частной школе. С детства ходил в церковь. У нас дома собирались домашние группы, но было то, что увело меня от библейского мировоззрения и заставило отвернуться от христианства. Это тема инопланетян. Я не мог найти ей объяснение. Когда я вижу подобные программы по телевизору, что-то во мне говорит, было бы интересно, но затем Бог говорит мне, даже не смотри на это. А вы смотрели. Так что же было дальше? Я смотрел одну программу на историческом канале, которая идет там до сих пор. Она называется «Древние инопланетяне». В ней изучают мнимые доказательства того, что в прошлом нас посещали наши космические братья и сестры. Я не знал, что даже светские ученые считают, что эти существа вовсе не инопланетяне. Они духовного происхождения. Я этого не знал. Я думал, что внимание заслуживает только объяснения New Age. Я прочел, что Бог однажды сказал, «Да будут инопланетяне», что Иисусу пришлось умирать на кресте на каждой планете, где была инопланетная жизнь. Но с христианским мировоззрением это не ввязалось. В мире есть много людей и много доступных ресурсов. Расскажите, а насколько финансово успешной была индустрия, в которой вы трудились? Я зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. За первые три недели я заработал более 50 тысяч долларов и тут же купил себе спортивный автомобиль. Однажды, когда я сидел в своей машине, подошел мой отец христианин. Я был настолько обольщен, что опустил стекло и весело сказал ему, «Ищи прежде всего Царства Божьего, и все это приложится тебе». Я считал, что служу Царству Божьему. Учителя New Age говорили мне, что Царство — это мистическое состояние сознания. Я помогал людям достичь его. «Стивен, я понял, что происходило снаружи, но мне хотелось бы узнать, был ли в твоем сердце мир? Что происходило внутри тебя при этом?» Иисус сказал, «Всякий делающий грех — раб греха». Я был рабом греха. Интересно, что в послании к Ефесиным не сказано, что у вас было немного тьмы, а теперь вы свет, или в вашей жизни была тьма. Написано, что вы были тьмой. Я был тьмой. Мысли и намерения моего сердца всегда были злыми. Я был зависимым, жестоким, похотливым, жадным, подавленным, угнетенным, брошенным. Я не то что был духовно болен. Я был духовно мертвым. Я был духовным банкротом. Я был в смятении. Все смотрели на вас и думали, у него все есть. Да, с виду я жил как в мечте. Интересно, есть ли среди наших зрителей те, кто играет свою роль как актер, хотя сердце рвется на части, чтобы стать свободным. Стивену понадобилось сверхъестественное посещение. Это посещение показало ему то, что не могло предложить Нью Эйдж. Мы скоро к вам вернемся. Стивен, внешне у вас все было отлично, но ваше сердце при этом разрывалось на мелкие кусочки. Как вам удалось получить свободу? Библия говорит, испытаете наказание за грех ваш. Мои грехи стали угнетать меня. Пришел момент, когда я стал исповедовать грехи, которые замалчивал и скрывал ото всех. Я признавался в грехах перед людьми. Тогда же я впервые посмотрел в зеркало и признался себе в своем крахе, в том, что я грешник, брошенный и обманутый. Мое сердце было разбито. Моя мама неустанно молилась за меня, пока я был в этом движении. Она всегда спрашивала, «Ты уже готов отдать свою жизнь Господу?» У меня была интуитивная тяга к Иисусу, но я пресекал ее, пока был в Нью-Эйдж. Я был учителем Нью-Эйдж, а такие учителя всегда говорят не о Будде или Мухаммеде, а именно об Иисусе. Они всегда готовы по-своему объяснить Его служение. Я нервничал, и это было мое больное место. Однажды я сказал, «Что же, Иисус, если ты реален, я хочу, чтобы ты был в моей жизни. Приди таким, какой ты есть, потому что я не могу вписать тебя в парадигму Нью-Эйдж». Прошло несколько недель, в моей жизни мало что менялось, пока я не исповедовал несколько своих самых худших грехов. Я вынес их на свет. У меня ничего не осталось. У меня не было сил. Во мне не было ничего хорошего. Я потерпел крах и понял, что не могу быть сам себе господином. Я вышел на задний двор своего несуразного дома, площадью в один километр, в котором жил, и упал к ногам Господа. Я рыдал и впервые по-настоящему каялся. Я осознал, что не просто обманывал людей, я грешил против святого Бога. Я рыдал пред Ним, просил прощения, тянулся к Нему. Я не знал, что будет дальше. Я просто отдавал Ему все, что у меня было. И Он наполнил меня собою. Вы говорите об этом, и я чувствую, что Бог пришел и в нашу студию. Наши зрители тоже это почувствовали, да? Итак, продолжайте, Стивен. Я ощутил, как Бог пришел, окутал меня и стал наполнять меня собой. Это личное присутствие, которое говорит само за себя. Ощущая близость Бога, я знал, что это Иисус Нового Завета. Это Иисус, которого я отвергал из-за своих грехов. В тот момент я осознал самое главное — Иисус Господь. Это так просто. Он Сын Бога. Я все усложнял, но все так просто. Иисус Господь. Но что больше всего меня поразило и ошеломило, Господь показал мне, что Творение отвечает Ему, когда Он рядом. Я слышал и ощущал в духе, что звуки природы, пение птиц на деревьях, и шум ветра — все они прославляют Господа. Вся природа совокупно взывала к Нему. Все птицы пели Ему. Я чувствовал это в духе. Я уверен, Бог знал, что вам нужно было это ощутить. Я прав? Мне нужно было это ощутить, потому что я верил, что природа — это Бог, и я тоже Бог. Иисус показал мне, что это не так. Даже природа знает, кто Он такой. Я подумал, если природа признает, что Иисус — Господь, тогда кто Я такой, чтобы отрицать Его? Вернувшись в дом, я ощутил, что Дух Святой словно включил все лампы в моей голове и показал мне, что движение Нью Эйдж — это бесовское обольщение, стратегия которого — увезти людей от переживания рождения свыше. Я уволился с работы, продал дом и выложил в интернете видео с извинением. Я больше не пишу статьи для Нью Эйдж, теперь я рожденный свыше христианин. Для этого я записал это видео. Вы рассказали сотням тысяч сторонников Нью Эйдж, что Иисус — Господь, но бесам это не понравилось. Они вернулись для того, чтобы атаковать вас. И что же произошло? Да, бесы продолжали меня атаковать. По ночам меня мучили кошмары, время от времени в доме падали какие-то предметы. Казалось, бесы витали в атмосфере моего дома, чтобы извести меня. Дух Святой начал открывать мне причину этих атак. Несмотря на мое хождение с Богом, я давал бесам законную почву и законное право находиться в доме тем, что у меня хранились оккультные принадлежности Нью Эйдж. Они были там. А что вы сделали с этими принадлежностями? Я развел костер и все сжег. Я бросил в огонь все оккультные предметы, безделушки, украшения, идолов и даже одежду. Я сжег все, и в тот же миг пришел духовный прорыв, и бесы ушли из моего дома. Грустно то, что движение Нью Эйдж вторгается в церкви. Вы упомянули исследование Центра Пью, которое показало, что больше 60% христиан вовлечены в одну или больше практик или верований Нью Эйдж. Я хочу знать, что это за практики такие. Не переключайтесь. Стивен, я знаю, что в Нью Эйдж у вас были всевозможные переживания и чувства. Расскажите, что вы чувствовали, когда Иисус открыл вам себя? Была ли разница между этими чувствами? Самая большая разница в том, что, ощущая близости Иисусом, я понял, что нашел ответы на вопросы о том, кто я такой, зачем я живу и в чем смысл жизни. Я был очень доволен, знал, что соприкоснулся с истиной, с высшей истиной, и мои поиски закончены. Теперь нужно просто расти в этой истине. Я смотрел на полку с книгами Нью Эйдж, и у меня был мир. Я впервые обрел неприходящий мир, который не могли дать практике Нью Эйдж. Я знал, что Дух Истины — это Иисус, теперь живет во мне. Я знал, что высшая истина, которую можно достичь и обрести, это познание Иисуса Христа. Интересно, что когда он был рядом, я ощущал, что на меня давит, как на бриллиант. Слава Богу, в переводе с иврита подразумевается весомость. Я ощутил эту весомость на себе. Если я стою, и на меня сходит слава Божия, я склоняюсь, словно на меня возложили какое-то бремя. Все верно. Вам хочется склониться? Да. Это главное отличие. В Нью Эйдж ничто не побуждало меня склониться. Но ваш духовный человек знает, когда приходит живой Бог. Пожалуйста, расскажите мне о практиках Нью Эйдж, которые вторглись в церковь. Помню, вы говорили о том, что Опра тоже воспевает Нью Эйдж. Объясните нам это. Да, это так. Думаю, нет того, кто сделал бы больше для продвижения духовности Нью Эйдж на Западе, чем Опра Уинфри. Это очень громкое заявление, однако в своих программах вроде «Воскресение сверх души» Опра рекламирует книги, которые 10-ти миллионными тиражами продаются через ее книжный клуб и ее программы. Но ее шоу уже закончились. Причина того, что практики Нью Эйдж проникли в церковь, отчасти в том, что наша культура уже насквозь ими пропитана. К примеру, есть мистическая практика под названием «Созерцательная молитва». Между созерцающей и созерцательной молитвами большая разница. Суть созерцательной молитвы в том, что она напоминает мантру. Вы берете какое-то одно слово и повторяете его в своей голове снова и снова. Между вами и Богом нет никакой связи. С помощью этого слова вы пытаетесь изменить свое сознание, чтобы растворить ощущение своего «я» и достичь того, что называют «чистое сознание» или «сознание единства», когда вы якобы едины с Богом. А еще есть ангельские доски. Опасно ли христианину этим заниматься? Невероятно опасно. Библия говорит, что сатана может замаскировать себя под ангела света. Откуда вам знать, не установится ли вы в этот момент контакт с сатаной? Если у вас нет дара различения духов, не нужно этого делать. Вы не сможете отличить, какой дух к вам придет. Еще один пример практик Нью Эйдж в церкви — это йога. По своему определению, это индуизм в чистом виде. Я бы посоветовал вам сходить к остеопату, хирургу или тренеру. С научной точки зрения они столь же эффективно облегчат ваши боли в спине, как и йога. Но вот что меня настораживает. Позы йоги носят имена божеств индуизма. Принимая эти позы, вы тем самым призываете характер, свойства и сущность этих лже-богов. Игнорировать такие вещи непростительно. Верно, Библия говорит, бегите от этого. А что такое сознание Христа? Сознание Христа — это основная доктрина Нью Эйдж. Ее суть в том, что человек по природе своей соединен с Богом, но не знает об этом. Учителя Нью Эйдж говорят нам, что не только Иисус был Христом, а вы тоже можете быть Христом. Опасность в том, что Иисус предупреждал. В последние дни многие придут под Его именем и многих обольстят. Говорил ли он о дюжине последователей культов, которые через короткое время канули в небытие, или о многих миллионах людей, практикующих Нью Эйдж, которые верят «Я Христос» и просто говорят об этом? А вы в это верили? Конечно. Я верил, работал над этим состоянием, верил, что я Бог. Не это ли, сказал Еве сатана, будете как Боги? Точно? Вот откуда все пошло. Это подделка. В ней нет ничего подлинного. Зачем вам такая дешевая подделка, когда можно обрести настоящее? Я хочу помолиться вместе с вами. Обещаю, если вы произнесете эту молитву о чистого сердца, можно сделать это и громко. Бог не человек, и Он не обманывает. В вашей жизни произойдут перемены. Они сохранятся даже в вечности. Итак, повторите за мной эту молитву. Скажите, дорогой Бог, я согрешил против тебя. Я согрешил только против тебя. И я раскаиваюсь. Я верю, что кровь Иисуса, кровь Христа, делает меня чистым. И теперь, когда я чист, Иисус, войди в мое сердце. Я признаю тебя своим Господом и Спасителем. Я так счастлив знать тебя. Аминь. Смотрите в следующем выпуске. Вы готовы принять Божие благословения и действовать в Его силе? Я знаю, что, как вы и сказали, многие люди видели облако славы, но сама я никогда его не видела. Я впервые увидела его совсем недавно. Приготовьтесь к прорыву в своей жизни. Мы ждем вас. АСН — онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу, и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение АСН сегодня. Иногда кажется, что за всей ежедневной рутиной жизнь проходит мимо. Вы просыпаетесь, принимаете душ, одеваетесь, заботитесь о других, проверяете, есть ли у них все, что нужно на день. И вы едете на работу, трудитесь 8, 9 или 10 часов. Едете домой, готовите ужин, смотрите телевизор, ложитесь спать. Одно и то же день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вы думаете, неужели это все? Истина заключается в том, что перемены возможны. У вашей жизни есть особое предназначение. Есть то, что сможете сделать только вы. Существует план и инструкция к нему. Все это появилось еще до вашего рождения. Есть путь, который можете пройти только вы. День за днем, час за часом. Если вы захотите по нему пойти, то вы найдете смысл своей жизни. Я предлагаю вам узнать, в чем состоит ваше предназначение. Хотели бы вы узнать, для чего вы были созданы? Хотите вы большего? И сголодались ли вы по мечтам? Мы предлагаем вам прочитать книгу, которая укажет вам путь. Скачайте книгу «Они думали сами». У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров, благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok